привет всем сегодня у нас второе видео по моделированию шлема в блендер и в этом видео мы добавим деталей завершающие штрихи такие нашему шлему и первое что мы сделаем это сделаем несколько таких заклепочек болтов как их можно еще назвать которые будут крепить наш вот этот вот карниз да или забрала как он точно называется я не знаю к нашему шлема добавляем цилиндр немножко его отодвигаем g скейл уменьшаем так или пункт по оси z мы его еще сплющим скейл z и сейчас нам нужно сделать так чтобы вот этот origin point у нас оказался внизу для чего это нужно дальше мы будем дублировать эти болтики и будем с помощью функции привязок делать чтобы они у нас прилипали подло под разными углами к вот этим вот граним к фейсом да и прилипание будет происходить на соприкосновение вот вот этой грани и вот этого origin point а то есть если origin point у нас утоплен в деталь то естественная деталь будет утоплена вплоть до него если же мы сделаем вот так чтобы он у нас origin point находился на краю то деталь не будет утоплена она будет вот касаться только вот origin point в дальнейшем увидите теперь ну это важный момент теперь мы немножко сейчас закруглим наш болтик control b ой слишком ну примерно вот так можем сделать переходим в object mode передвигать до чтобы не сдвинуть наш origin point двигать наши болтики нужно в объектном режиме потому что если бы мы двигали в режиме редактирования edit mode то origin point у нас остался бы здесь а весь болтик был улетел бы сюда поэтому переходим в object mode и двигаем сюда по серединке его куда-то он у нас пропал внутрь шлема залез сейчас двигаем его сюда ты я хотел бы его наверное еще чуть-чуть уменьшить scale разворачиваем на минус 90 градусов р минус 90 сейчас мы наделаем копий все это нужно копии тоже нужно делать в object mode чтобы все эти объекты они были отдельными объектами потому что если мы будем делать видят могут в режиме редактирования то все эти болтики они будут считаться единым объектом так shift d на каждую грань сделаем примерно по одному болтику сейчас мы просто их накопируем потом уже будем разбираться что куда shift d shift d на верхушку еще на вот эту штучки 3 тоже добавим так теперь выделяем наш объект включаем прилипание привязку здесь выбираем face project и кроме муф нам также нужно чтобы вы выделен был еще эффект ротейт то есть это движение а это вращение потому что если мы будем выделить выделим только мув он нас будет прилипать к вот этим граням но не поворачиваться под соответствующим углом сейчас мы все это проверим дело так вот это выделяем g почему так g а что не хочет прилипать сейчас разберемся почему так разобрались здесь еще также нужно поставить галочку напротив line rotation to target и тогда у нас без проблем все прилипает сейчас мы все это дело подгоним так g все прилипает куда нужно как нужно потом их подровняем просто сейчас я главное прилепляю их так control z выделяем вот это g и вот лепим на эту грань вот это грань кажется их надо было еще поменьше сделать мне кажется явно надо было поменьше сделать вы можете себя сделать поменьше так видим да что как раз подстраивается под нужный угол тех граней которым мы лепим теперь лепим сюда вот стал так сейчас мы сюда еще так и вот этот вот сюда а сейчас сверху посмотрим джей так вот тут у нас две грани да он не может определиться к какой именно ему прилипнуть как-то так в принципе она сильно у глаза не бросается сейчас мы тут еще вот пускай даже немножко утоплены будет вот так сейчас еще вот эту подровняем я попытаюсь сейчас их все махом чуть-чуть уменьшить да вот поменьше сделать все чтоб как-то более естественно смотрелось вот а вот вот это у нас не прилипло сейчас мы ее прилепим поэтому нас так ровненько и красиво смотрелось потому что она просто-напросто не прилипла к фейсу вот сейчас мы ее прилепим вот сейчас она у нас на месте вот и сейчас мы займемся следующим разрушающим объектом в нашем шлеме шлеме edit mode выделяем 4 вот эти а выделяем сначала шлем edit mode выделяем 4 вот эти фейса клавиша и insert и правой кнопкой мыши нажимаем появляется такая менюшка но вот вот этот раздел loop tools у вас появится только если у вас включен аддон loop tools сейчас смотрите здесь выбираем circle и наш inset он превращается в круг у нас небольшой артефакт потому что он не поместился скейл немножко его уменьшаем ну-ка я попробую g можно будет сделать g да но он как-то не туда но ничего так нормально я повторяю еще раз чтобы у нас была возможность сделать такой loop tool и circle заходим в edit preferences и проверяем включен ли у нас аддон loop tool вот здесь у меня он в и и и и и и и у меня включен я его включил а у себя, тоже проверьте если он у вас не включен по умолчанию он не включен у вас не будет здесь при нажатии правой кнопкой мыши вот такой менюшки появляться теперь дальше идем Extrude выдвигаем немножко видим из-за того что у нас включен модификатор Mirror у нас автоматически с другой стороны тоже изменения такие происходят такие же симметричные и зеркальные опять Insert опять сюда поворачиваем и сейчас мы будем экструдировать но немножко своеобразно будем экструдировать будем использовать функцию, которую не часто используют нажимаем клавишу E после этого зажимаем клавишу Ctrl не отпускаем ее и правой клавишей мыши нажимаем туда куда хотим чтобы произошел наш экструд далековато Ctrl Z я просто приближаю вот сюда опять нажимаю E зажимаю клавишу Ctrl держу ее не отпускаю нажимаю правую кнопку мыши вот теперь немножко можно отскейлить сузить этот край так так теперь еще раз клавиша E зажимаем Ctrl и вот сюда до вверх я уже немножко поднимаю опять скейлим еще больше заужаем вот в принципе этого может быть достаточно но еще можем кончик самый сделать опять E зажимаем Ctrl правая кнопка мыши вот сюда и уже прям заостряем окончательно скейл уменьшаем да в конец прям вот у нас получился такие вот рога Object Mode вот в принципе наш шлем и готов в следующем видео мы его будем текстурировать субтитры субтитры субтитры